Проявить себя в брейк-дансе, поучаствовать в мастер-классах по прикладному творчеству и даже примерить доспехи новгородцев 13 века. Такие возможности горожанам предоставил фестиваль молодежных инициатив. В этом году он был 15-м по счету и прошел под лозунгом «Молодежь Белого моря. Идеи, успехи, достижения». Название полностью себя оправдало. Фестиваль внутри фестиваля. Одна из самых массовых площадка брейк-данс-баттлов Арктик Джем. Юные маститы и приверженцы хип-хоп-культуры в буквальном смысле раскручивают свое танцевальное направление. Олег Маслов своим примером показывает, как можно танцевать брейк-данс. Вдохновляет начинающих бибоев. Брейк-дансом я занимаюсь 8 лет где-то примерно, уже точно не считаю. А с хип-хопом я познакомился давно. Это все началось, наверное, с рэпа. Еще когда я в школу ходил, в четвертом классе, наверное, в третьем. Если учеников не проводить соревнования, огонь в них просто утухнет, им станет неинтересно. Потому что все, что ты делаешь, должен делать для чего-то, где-то это показывать. А на этой площадке в образе новгородца 13 века нас встречает Роман Богданов. Участник Северного клуба исторического фехтования «Армоскиф» не только проводит бои на средневековом оружии, но и показывает зрителям костюмы и доспехи новгородцев, шитые вручную. Так, например, выглядел шлем пехотинца. Интерес к самобытной северной культуре не случайен. Одно из мнений, что все-таки наши земли, поморья, или как раньше назывались эти земли, вообще в центре, заволоде называлось. То есть мы, в принципе, здесь эти земли населялись новгородцами. То есть здесь были местные племена жили, да, и Чуть, и остальные, ну, кого мы все знаем. Но были пришлые. То есть именно новгородские купцы, новгородские воины заселяли, осваивали, добывали полезные ископаемые, добывали ресурсы, глапушные на этой территории. В Северодвинске это 15-й фестиваль молодежных инициатив. В этом году он прошел под названием «Молодежь Белого моря. Идеи, успехи, достижения». Его главная цель – показать разнообразие направлений, к которым подростки могут приобщиться. Реализовать себя можно было на 25 арт-площадках. У нас в этом году вернулись в активную работу, подключились студенческие советы. За моей спиной можете наблюдать клуб «Знамя Севера», который недавно организовались и поддержали фестиваль именно такой, не только своей экспозицией, да, они участвуют еще в мастер-классах танцевальных, но и, естественно, привлекают людей в свои ряды. Классно, что такое мероприятие проводится для подростков, для молодежи, что это как бы альтернатива тем сборищам, которые бывают. Вот, это очень такое культурное мероприятие, очень интересное, что тут очень много направлений, где эти люди могут приходить, выбирать себе что-то, ознакомиться с коллективами и занятиями, которые есть у нас в городе, уже для подростков. Тех, кто не смог попасть на фестиваль, ждут 16 и 17 декабря. В Молодежном центре и Гуманитарном институте САФУ откроется подобный проект «Степ-бай-степ». Северодвинцам предложат попробовать себя в пилатесе, бодибалете, стретчинге, степаэробике, силовом тренинге. Также научат основам початы, сальсы, зумбы и стрипластики.